здравствуйте друзья вы видите кремниевую долину в неприглядном виде вид неприглядный потому что дождь и вы знаете что дожди у нас дело редкое хотя зимой бывают и тут что там обещали неделю сегодня 24 а вот так ну то есть неделю а то и 10 дней друзья обещают дожди вы видите у меня на стекле я специально не стирают вот сейчас снова набежит ну сказать что прям уж так дождит я не могу немножко но небо такое мрачное такое небо правда ну да я тоже не знаю в общем хорошо мы вообще любим когда дождь и тем более а я люблю на стране очень хороший сетик скажи вот мы почему перестали за грибами ходить в дворе дождь а почему белки а вот грибной супчик от супчика тоже вот так друзья берегитесь американских грибов они тяжелые особенно если вы становитесь старше хорошо но а сколько раз мы тогда вот какой-то наверное такого не будет да мы насобирали 103 белых грибов да это было очень много и мы чистили чистили видео не а такое количество эти грибов не менее но выкинули уже после того как вы почистили отварили заморозили но сушили там вот там там сушили не помню а чаши сушили сухие грибы выкидывать могли бы вот так вот здесь друзья я вам скажу белые грибочки идут когда продаются это редко бывает но если они продаются они продаются по 40 долларов за фунт мариновано вот я не знаю они написано что там составе вода и цитрикасид даже не кислота но это не уксус это что-то другое я вот например совсем не знаю если кто-то знает вот цитрикасид это полезное что-то или нет сам река кислота все-таки они дружка вообще говорит кислота может быть полезной но просто она сохраняет продукт полезно не знаю поэтому не знаю ну хорошо давай мы от грибов мы отойдем что еще вот с продуктами как мы ну вот хорошо с продуктами в америке с продуктами но ты знаешь когда пандемия началась то вот эти очереди были на вход в магазины и и ты можешь пустые полки нет но сейчас они очереди магазины есть потому что они наполненно сдерживать там 25 процентов продукты есть никаких проблем с продуктами хорошо хорошо то есть нет такого что вот какие-то продукты вот их вообще нет может быть вот именно куриные там ножки да вот они стали очень редко попасть это крылышко хочет крылышко ножки от них куда-то за границу отправляют налево отправляют вот я хочу сказать про магазин полка у нас возле дома открылся магазин и вообще никогда не любила да но думаю на раз уже он прям вот буквально заходили нескоро туда зайду я вот и как бы дам еще один шанс этого магазина меня покорить на еще один шаг и хочу сказать что блин не покорил магазин просто я в расстрастие ужасно потому что вот у нас есть небольшой магазин это тоже такой сетевой магазин он называется справа стараться так вот в этом магазине там в отдельные стеллажи написано органической еда органические фрукты не органические ты подходишь ты понимаешь что все что тут лежит она все органической и замечательно убирать полфута они сделали хитро они типа хотят нас обмануть и там лежит все перемешку органической не органической нервы как-то подписано или нет она подписана когда ты берешь вот например значит таким большим образом ты берешь потолку посмотришь она неорганическая а сэл то идет от цены органической понимаешь то есть вот кого не путают это я это заботилась ты считаешь это сознательно конечно попытка замешать как разнательно на вращение на то что ты не обратишь внимание мало того там я перед новым годом туда зашла и купила я очень люблю индюшку и покупаю душачий талис это бедрышки потому что большее ножик это бедрышки и вдруг я перед новым годом захожу туда и вижу там органические органические бедрышки и говорю о классно же я теперь буду туда всегда ходить с этими бедрышками потому что справа-то они тоже бывают не всегда вот тут я пришла после нового года никаких бедрышек нет вообще индюшки нет никакого я говорю а когда у вас будет индюшка он говорит она у нас только на новый год бывает то есть весь год чего такого нет но что меня больше всего потрясло вот в расчете на то что справа-то я не сумею купить именно ножик да я поехала и думаю ну ху-ху-ху задал куриной ножки ну что может быть проще вот приехала и там и этого нет а потом на обратном пути заехала справа-то купила там эти ножки и говорю что как-то магазин меня нет вы видите друзья это из серии богатые тоже плачут да-да не впечатлить совсем пустой магазин гельтарный совершенно гельтарный цены завышены на каком основании они завышены я не понимаю вот этот справа-то он тоже не такой например вот прям что дешевый да но он вполне приличный он хороший магазин там есть очень много чего органического и полезного такого необычного чего в обычном магазине ты не купишь сегодня света прочитал ну и знаешь как я частенько читаю заголовок и подзаголовок а сам а сам материал уже не читают обычно достаточно просто идеи там заголовок и подзаголовок были о том что вот некоторые фирмы европейские пересматривают свои отношения с соединенными штатами но грубо говоря не хотят больше присутствовать на американском рынке и делают ставку на рынок китайский ну понятно там спроса намного больше не совсем так там конечно население намного больше но с точки зрения платежно способного спроса я думаю что соединенные штаты нам намного круче но дело не в этом у них просто не идет и вот там картинка показывает такие квадратные шоколадочки фирмы годива я честно говоря никогда не думал что где находится это годива то есть можно швейцарская или бельгийская я никогда не задумался если вы сказали что американская как как знать в общем короче вот это годива она хочет хочет забить на американский рынок и значит вот в китай я думаю что мы и просто переживем а я думаю что годива то что она предлагает и за ту цену за которой она хочет предложить просто не не идет ну просто куда его там может быть китайцы которые там скажем не избалованы европейским товаром но вообще-то хочешь но что-то уступок если не понравится потом уже давай я сегодня так это погромче на ютюбе там что-то смотрела и смотрю там наташа вещает в прямом эфире подруга да так так вот и я включила на одну секунду услышала слова там типа девочки мальчики я плачу просто а чё плачет вот почему она плачет потому что трамп ее поняна говорит он это святой человек это буквально христос ну ну а плачете вот она платит что и вот так это как бы уничтожить но дело не в этом иисус вообще послушала что это прям как иисус я на этом месте выключил то же это дальше было бессмысленно то есть это не связано да ну надо сказать что иисус он как бы у него другой месседж был он как бы объединял людей этот этот он конечно немножко по-другому но это не неважно дождь дождь стопроцентно стопроцентно просто я слова эти услышал все все друзья иисус но на самом деле так действительно секта то есть христианство свое время когда иисус был это была такая секта немногочисленная секта иудаизма а тут вот у нас такая секта республиканской партии такая ну почему нет в конце концов значит людям хотелось чтобы как-то вот так кто-то пришел да они постоянно приходят какие-то вот там гуры приходят там не не но это так это к слову это этого между делами все остальное там уже не высказываться это это пусть высказывает значит но система устояла то есть вот при всем давлении которая была система устояла это могло бы быть это могло бы быть тоже то есть абсолютно общество было абсолютно готова к тому чтобы принять диктатор но дело в том что ты не можешь быть одновременно и диктатором и клоуном вот ему не хватило уровня такого политического то есть он клоуном был а политиком нет поэтому вот не пошло никуда не могу могло бы вполне конечно ну что же вот светом под дождем строят потом люди заедут а там мокро все ну дай бог дай бог впереди вообще еще и февраль и март еще могут дожди быть ну да ладно но воду для полива подожди а что-то изменились цены последнее время а потом цена стабильная независимо от которого как ты пользуешься значит друзья жизнь продолжается и пройдет еще немножко времени буквально то есть надо немножко отдохнуть искать от иисуса вот этого с чубок чубатова да вот от чубатова иисуса мы отдохнем и дальше примемся за байдена вот тогда пройдет эти 100 дней ну может быть еще и раньше 100 дней но раньше там не доделал вообще ругают больше всего тех кто что-то делал конечно потому что те кто ничего не делал и как бы не ругали обаму ругали так света что ты просто в то время не обращала внимание может быть наш там подумаешь машина там на наркотиках было нет друзья она не была наркотика вопрос не обращала внимание обаму ругали на чем свет стоит вот но это такая должность а твое дело тебя ругают а ты там свое гнешь и конечно последнее дело на которое могли бы рассчитывать политики это чтобы все хвалили такого нет не было не будет и не надо ну да сам себя не похвалишь это правда да некоторые вот нашли вот такой способ сами себя похвалить это правда за это правда как-то обычно это считается неприличным и как таким смешным как бы но опять если там пределах секты как бы да вроде как и нормально там все сойдет тучи тучи сгустились вот он американский империализм друзья во всей его мрачной неприглядности да но что мы знаем наверняка что скоро будет солнышко но может быть не сегодня может быть пройдет несколько дней но солнышко будет солнышко будет а мы сейчас над сказать мы подъезжаем к офису портнов компьютерскую там я учете из барахришки там заберу домой потому что это последняя неделя вот завтра начинается 25 завтра да вот это будет последняя неделя в январе и мы сдаем это помещение вот кончился наконец нашли свой 10 лет тут были два раза по пять лет у нас был лиз и классные комнаты не используется в общем удачное время избавиться от этого помещения некоторые говорят ой как грустно там всякие друзья это радость это большое счастье что лиз там ему еще не год не год не два там не три понимаете а вот он кончился родной и мы никому ничего не должны платить за помещение которым не пользуемся и за парковку на которой никто и там не паркуется и так далее так далее это большая везуха вот так что ну надку и чё там прихватить в этом офисе там лежит моих книжек вот то что я когда-то написал был тираж 200 экземпляров вот этих 200 экземпляров два десятка вот там лежат в офисе я обычно там раздавал когда кто-нибудь придет там вот я там дарил подписывал два десятка осталось вот надо будет их забрать а в среду уже мы окончательно там мебель забираем там что там осталось так далее на компьютер свой заберу компьютер пока пусть побудем в общем такие наши заботы хотя сегодня что воскресенье но я вам скажу друзья вот эта пандемия она к тому привела что воскресенье у тебя или там еще какой день можете а все как рабочий или наоборот все как выходной нет разницы больше все наверное мы что ты говоришь это неплохо ну ты понимаешь мы как-то еще вот уже по возрасту так сказать по приближению к пенсионности неплохо а так вот есть люди которые дальше муж дома работает жена дома работает еще там двое детей из дома учатся собственно как вот наши да вот и у тяжело друзья тяжело офигевают люди да давайте я вам покажу вот это помещение вот сейчас я секундочку откручу вот это помещение порта в компьютерском вы видите а вот впереди здание c и мы в этом здании c тоже у нас есть кое-чего поэтому сейчас вот все барахлишко переживает вот в это здание цевете номер здания 4966 вот дверь у вас перед носом да вот она вы видите эту дверь значит вы зайдете в эту дверь пойдете по коридору направо и там в общем-то нас найдете я я не не иду с камерой специально чтобы показать хотя мог быть какой-то момент покажу но во всяком случае вот тут пока сюда пока что переехала все то что было порта в компьютерском и возможно как бы есть такие есть такое предположение есть такое предположение вариант такой что мы может быть в этом помещении пробудем может быть до конца года очень такое но грубо говоря до тех пор пока не понадобится заново заводить классные комнаты вот так что там небольшое помещение но вполне такое что урок в онлайне можно провести так так скажем друзья на это хватит все пошли в офис